Я хочу сейчас записать вторую часть к видео вчерашнему про ошибки, потому что нашлись люди, которые начали писать мне на YouTube такие комментарии, типа как «иногда только цена нового – это физическая смерть», или «а как же хирург, который ошибётся и сделает там какую-то проблему?» Мы не должны допускать ошибки. Ну, господи, с такими шаблонами люди и ограничены. Что я на это хочу сказать? Какая, блин, сме... телефон сел. Давайте не путать с вами творчество и глупость. Естественно, мы, запомните, не должны делать ошибки, ведущие к смерти, к вреду здоровья, к вреду, к вреду. Если это приведёт к смерти, либо покалечит ваше тело, естественно, вы вообще даже не пробуете сделать там какие-то ошибки. Зачем? Ошибки делаем в работе, в творчестве, в деятельности в какой-то. Но это никак не должно вообще граничить с опасностью. Там, где опасно, ошибки не делаем. Блин, ну это же насколько надо быть таким глупым, что если можно совершить какую-то опасную ошибку и умереть, то я вообще тогда не должен делать ошибок. Но это что за крайности такие? Либо если можно делать ошибки, то давайте их везде делать. Нет, мы на всё должны всегда выбирать место и время, и актуальность. И на пользу использовать и то, и то. Безошибочность мы используем на пользу, чтобы сохранить себя живым и здоровым. А ошибки мы используем для того, чтобы двигаться вперёд, расти, познавать, создавать новое, заниматься творчеством, постоянно привносить в каждой сфере жизни, неважно, чем бы вы ни занимались, совершенно новые вещи. И задавать эти тренды миру. Делайте вы макияж, да, вот как в прошлый раз я объяснила про эти, блин, ошибки. Ну окей, совершили ошибку, нечаянно не так накрасили, сделали там монобровь. Она какое-то время будет модным в будущем, по-любому. Вот, посмотрели, как это выглядит. Мало ли что, какой-нибудь тренд запилить в шутку, а он потом разойдётся в моду. Вы всегда любую ошибку можете исправить, но, сделав ошибку, вы получили опыт и посмотрели, как по-другому может быть. А вдруг это по-другому будет прикольно, а вдруг это по-другому понравится. Если это не понравится, это можно исправить. Не исправить только смерть, естественно. Но там, где есть опасность покалечиться, естественно, мы даже не пробуем. Ну, как можно задавать такие вопросы? Я, ну, просто, и таких вопросов было очень много. Иногда цена ошибок – это физическая смерть. Слушайте, убили просто меня реально. Такие слова нельзя произносить, но я в шоке, когда читала. Дальше что-то. Очень много писали на YouTube о том, что «А как же в стоматологии? А как же в хирургии? Мы же не должны ошибаться. А если ты в бизнесе, потеряешь кучу денег?» И так далее. Давайте не путать опасные ситуации и наше творение. Но мы же пытаемся обезопасить себя от ошибок вообще во всём. Максимально используем рецепт, чтобы приготовить борщ. Вы, половину людей такие. Я всегда удивляюсь людям, которые готовят по рецепту и боятся совершить ошибку. А если они там на 100 мл воды больше нальют? Или если они возьмут не одну, а две морковки, для них это уже катастрофа. Это представьте, насколько надо быть ограниченным, да, чтобы строго соблюдать рецептуру. Ну, например, для выпечки хлеба, да, вы можете её соблюдать. И то там можно столько отклонений найти нюансов и сделать классный хлеб. Но чтобы борщ сотворить, суп сотворить, рецептура только на пользу времени. Ошибка в рецептуре только на пользу пойдёт. Даст вам новые вкусы, новое творчество. И во всём, в макияже, в одежде, начиная там с быта, внешнего вида, заканчивая вообще любой деятельностью, не нужно бояться ошибаться. Потому что если вы себя вот так вот ограничиваете, но у вас не будет денег, у вас не будет ресурсов, у вас будут одни проблемы, потому что любая проблема говорит о том, что вы остановились. То есть вы не идёте, вы не двигаетесь, у вас какая-то остановка. А остановка у нас из-за наших шаблонов мышления, наших убеждений, что вот это вот так и всё, и никак по-другому. И шаг влево, шаг вправо нельзя. А вдруг там смерть. Ну, у нас такие программы заложены, да. И я вроде максимально про эти ошибки в прошлый раз объяснила, а сейчас пришлось опять. Ну, блин, ребят, ну, как можно, блин, дожить хотя бы до 30-40 и такие вопросы задавать? Но в то же время, в то же время, молодцы, что задаёте такие вопросы. Самый глупый вопрос – это и незаданный вопрос. Так что прощаю вас. Пишите. Вы зато создаёте мне контент. Чем глупее вопросы, тем круче контент у меня на Ютюбе. Вот так оно и есть. Короче, люблю я ваши глупые вопросы. Не буду вас критиковать за это. Вот. Конечно, я с юморком смеюсь над вами, но в смысле по-доброму. Зато есть, ну, классные видео. Можно глубоко, философски об этом порассуждать, согласитесь? Вот. Ошибка – это как минимум осуждение. Ошибка – это восхищение. Осуждают люди, которые не могут сделать так же. Никто никогда не будет осуждать человека, который разрешает себе двигаться, расти. Кто осуждает? Тот, кто шаблонно мыслит, во-первых, ограниченный. Осуждают только те, те, которые сами боятся это сделать. Например, осуждают зубы многие. Вот люди ограниченные. Я выставила видео с некоторыми девочками на Ютюбе. Вот пример просто, приеду, не реклама. Просто пример о том, что одна полностью вырвала все зубы, ну, потому что у нее там уже ничего нормального не осталось, там все сгнило, да. Она сделала себе импланты и коронки. Очень все красиво, замечательно. Три года она низ делала в Питере или вверх. И другую челюсть она приехала сделать в Турцию буквально за пять дней. И через полгода она приедет, поставит постоянные коронки. Итого десять дней. Десять дней потрачено и заплачено в шесть раз меньше, чем она в Питере. Три года все то же самое делала. Только по чуть-чуть, по одному зубу вырывала, ждала, пока зарастет. Короче, жесть. И столько было осуждений и хейта, типа, какого хрена? Сохраняйте свои зубы, делайте там профилактику, чистите, не надо делать импланты, не надо делать коронки, это все плохо. И просто тысячи этих комментариев и под каждым зубным видео. Ребят, да это понятно, ежу. Вы что такие ограниченные? Естественно, в клинику приглашаем только тех, кому спасать нечего. Естественно, делают импланты, зубы. Кому это нужно сделать? Они просто так вот приехали по прихоти своей и удалили свои здоровые зубы. Но это же насколько надо быть ограниченным, чтобы мыслить вот так вот. А потому что эти люди сами никогда не позволят себе сделать даже если сгниют зубы себе коронки. По разным причинам. Ну, во-первых, страшно вообще ходить к самотологу, денег нету или еще что-то. Эти люди не могут себе просто позволить то, что позволяют другие люди, поэтому они осуждают. И, зная это, за любое осуждение, скажите, надо ли вообще прислушиваться к этим людям, которые вдруг вас будут осуждать? Ну, стоит ли ставить на пьедестал мнение ограниченных людей? И поэтому боятся ошибиться из-за того, что они будут вас осуждать. Но они ограничены, они просто не могут себе это позволить. У них есть куча убеждений, что так нельзя. Во-первых, так нельзя в 99% случаях, потому что они не пробовали и не знают. И 1%, кто попробовал, узнал, получил негативный опыт. Да, но ситуации индивидуальные. У этого будет негативный опыт, а у другого будет крутой опыт. Потому что есть всегда у каждого нюансы. И какой смысл бояться осуждения ограниченных людей? Еще раз говорю, блядь, вообще. Ставьте себя на первое место. Вы вообще моду должны задавать. Каждый. Я вот задаю моду в психологии. Блин, что-нибудь рассказываю. И потом по всему интернету все психологи об этом говорят. Блин, я первая во многих вещах. Клянусь. Смотрю свои слова у всех. Блин, и кайфую. Просто. Так. Если я сделаю ошибку, я буду плохой. То есть люди хотят быть хорошими. Вот пишут мне комментарии. Что значит хороший? Вот все люди хорошие и считают себя хорошими, стремятся быть хорошими. Это самые плохие люди. Потому что они всегда осуждают всех плохих. Все вокруг плохие. И они все делят на черное и белое. То есть все хорошие люди, они очень много вещей, которых мы знаем с вами. Те, кто смотрит этот канал со мной, часто тусит, знают, что нет ничего хорошего и плохого. А все хорошие люди, они разделяют. И они столько всего наделили плохим. Так разве они хорошие? Они не используют массу талантов, данных от природы, считая их плохими. И эти хорошие люди, они осуждают всех плохих. Они осуждают плохие поступки. Они не хотят быть. Ну как, они могут не говорить это вслух, могут не критиковать. Они настолько хорошие, они просто молча на это смотрят и думают, я так точно не буду делать. И я так не сделаю. Я хочу быть хорошим. И они уже автоматом в голове оценили, что тот человек говно, за которым они не хотят повторять. Потому что это плохо. Крутая группа была общественный туалет, где можно было быть плохим. Да, была классная группа. Вот мы год там кайфовали, тусили, но потом я ее закрыла, когда три месяца нету сообщений. Помните, раньше такая фишка была? У меня очень много было, прям много-много-много групп, повторюсь, на разные темы. И как только она затухает, и там два-три месяца нету ни одного сообщения, я просто молча удаляю. Платно это или не платно, неважно. И там просто три месяца не было сообщений. А так, помню, да, группа была крутая. Каждый мог почувствовать себя максимально плохим, вылить все свои проблемы. Нас было там очень много, мы все рожали, веселились, и весь пар матами, это обязательное условие, разговаривать только матами, смывали в этот чат. Это было круто. Вот. Так, что я еще хотела сказать? Так, я хочу быть хорошей. Люди хорошие отрицают очень много части себя. То есть, мы с вами не хорошие, не плохие, не умные, не глупые, не такие, не сякие. Это ум все делит. И половину всего, то есть, я хочу быть умной, поэтому я отрицаю глупость. Я хочу быть щедрой, поэтому отрицаю жадность. И я половину себя просто отрицаю своих талантов, ресурсов. Какая же я хорошая? Если я себя ненавижу, потому что любить себя, это принимать все свои стороны, принимать стороны других людей, не отрицать их, не думать, что они плохие. Только самые хорошие люди, самые говняные, честно, я ненавижу хороших людей. И я с детства автоматически всегда в школе, в садике била, хейтила, унижала хороших людей. Почему? Не знаю. Я долго никак не могла себе признаться в этом. И мне было очень стыдно, потом закончив школу, что я всегда притесняла людей, прям издевалась в школе. Я была хулигантой. Я издевалась в школе над отличницами особенно. Это неважно, мальчики или девочки были. Я была вообще прям хулигант, хулигант, с мальчиком всегда дружила. Вот. Обижала, знаете, кого? Они были отличницы, отличники. Подхалимы всегда подлизывались. Это так меня бесило просто. Вот. Те, которые максимально хотят быть хорошими, они идут против себя ради других. Это же как-то себя надо не любить, чтобы заслуживать, как собака, по-другому не скажу, любовь других людей. Вот. Не иметь своего собственного ни я, ничего. И это для меня вообще самые мирские люди. Пускай ты будешь настоящий, всякие, разные, и это будут самые лучшие люди для меня. Ненавижу подхалимов. Так. Еще совет. Как уйти в депрессию? Быть лополей и отличником. Сто процентов. Так. Так ее не существует, что ли, уже? Группы нет, так ее уже нет года 3-4. Чего я ее сто лет назад удалила? Давно нету. Прям. Так. Что мне еще здесь по поводу ошибок ответили? А, еще прочитаю один отзыв, очень крутой. Вообще, очень классно под видео брать все отзывы, обратную связь, зачитывать и давать на обратную связь еще одну обратную связь. Это вообще крутые эфиры будут. Блин, там с матами. Бля, нехера. Себе инсайт прилетел. Ща. Щас. Ну, это так пишут, я прям так и читаю. Какие нахер большие желания, если я даже маленькие не исполняю себе? Я в шоке, до жирафа дошло. Я обожаю такие восторженные отзывы, реально, искренне. Как заработать деньги, вернуть себе долги и стать счастливым? У меня было видео, которое вышло, не помню, когда, может быть, месяц назад. Может, чуть раньше. Заработать деньги, вернуть себе долги и стать счастливым. Классное видео. Я там рассказала вкратце, что вы хотите и мечтаете о больших своих желаниях и почему никак не можете их достичь. Если коротко, то все большие желания скатываются из маленьких. То есть, все из мелочей состоит. Я там привожу пример часов. Как вы можете иметь часы, если вы не цените, допустим, те детальки, которые внутри, вам эти детальки не нужны, соответственно, и часов общих не будет. Так же и с желанием. Мы не исполняем даже маленькие свои хотелки. Ну, типа, это не важно. Мы обесцениваем ежедневные, обычные, самые простейшие желания каждый день. Даже пойти просто погулять, пообщаться, посмеяться, по-настоящему что-то сделать. Легкое, простое, но мы думаем, а потом? Я сначала кушать приготовлю, уберусь, а потом только на себя. И мы очень игнорируем много вот этих маленьких желаний. Так если мы маленькие, откуда у нас большие будут, которые и складываются благодаря вот этим маленьким? Так что не добиться никаких больших целей, если вы себя ограничиваете даже в мелочах. Вот обожаю этот этот комент прям сама максимально сейчас кайфую от каждой мелочи, потому что мне нужно большое желание исполнить, поехать, учиться. Разные агентства мне говорят, что, блин, каждое агентство находит косяки. Одним не нравится, что это по зарубежному обучению. Одним не нравится, что мне нужно опыт в психологии, другим не нравится, что у меня меняется магистратура, а база другая. Кто-то говорит, иди заново отучись на психолога, на бакалавра. Это три года. Типа с нуля. А потом уже поступай в магистратуру, через три года уже спокойно там Оксфорд, Кембридж, ель, куда ты хочешь. Вот. Тоже думаю, как сделать. Либо вариант сейчас частную практику по психологии открыть. Ну, блин, как это делать без диплома, я не понимаю. Хотя у меня куча книжек уже есть, написано. И про книжки говорят, сложный вариант доказать, что я имею дело с психологией. И вот, желание большое. Надо только вот из маленьких его составить. Я вот сейчас максимально думаю, блин, английский изучаю, путешествую сейчас. Прямо меня переезд ждет на этой неделе, может быть, на следующей. Я все никак не решаю сесть, билет купить. Так. А еще очень дорогое обучение. Я решила брать кредиты и закрыть этот вопрос кредитами, потому что нужно сразу 5 миллионов оплатить на обучение с проживанием. Так. Мне еще такой вопрос задаю. Так как ты думаешь, если ты уедешь на учебу, мы тебя потеряем? Да нет, я думаю, что я буду выходить в сторки. Я думаю, что я буду иногда выходить в эфиры. Что-то я прям совсем теряться-то не хочу. эфиры и общение с вами это просто моя подпитка. Дополнительное желание, которое дает кучу энергии. Как я батарейку эту потеряю? Нет. Бакалавриат 5 лет, хотя может реальность поменялась 3 года. Нет, 3 года, так как у меня есть высшее образование, я про это имею в виду, поэтому мне второе высшее 3 года достаточно получить и потом уже идти на магистратуру. Но опять же, я не могу жить в России, не планирую, я не знаю. Если уж поступать, то вот смотрела МГУ и МФТИ, какие-то такие университеты, может быть туда, ну блин, это надо просто решиться жить в Москве, а я не могу себя заставить, ну это вот, блин, душа не лежит мне к России, вот, а за рубежей в любом случае, ну я за границей живу все время, я в любом случае хочу ехать там, где говорят на английском, в Турции, на турецком, поэтому отсюда сваливаю, вот, чтобы у меня была практика хорошо разговаривать. Для поступления надо ЕГЭ сдавать, не, мне не надо ЕГЭ сдавать, там другие вообще курсы, подготовительные курсы надо проходить разные, языковые, и у каждого университета есть свои требования по экзаменам, вот, ЕГЭ нет. Есть дистанционно в институте психоанализа. Да, и я начала сейчас подавать заявки в дистанционные вузы, чтобы еще MBA на базе управленческого вот этого всего получить. Читаю отзывы и понимаю, что вот это дистанционные все вот эти платформы, ну просто лажа-лажа. Я пошла на IT-технологии программист IOS, то есть программировать на яблоке программы. Господи, это самое мутейшее обучение в мире дистанционное. И я поняла, что отзывы это вообще один фейк, надо искать нормальные отзывы, и ну не одна дистанционная платформа на самом деле либо имеет, если хорошие отзывы, то это какие-то фейковые, вот, если разобраться, покопаться, то одна хрень, вот, и честные отзывы, они все негативные. Я сама лично столкнулась с этим дистанционным образованием. Вот сейчас меня просто во всех соцсетях я уже везде блокирую, долбит несколько образовательных платформ, они просто меня везде названивают, в ватсапе, в телеграме, пишут на ютуб, во все щели, в инстаграме я подала заявку, везде нашли меня и везде блокирую, я уже не могу, я уже говорю, да не буду я у вас учиться, почитала я отзывы и поняла, что, ну это то же самое, где я и училась практически, вот, на психолога, с дипломом MBA, MBA, вот, можно классно, прям получить классный диплом, вот, но обучение желает не то, что там быть лучшим, я вообще не знаю, там вообще просто все плохо, самое низкопробное вообще, что можно придумать, поэтому я хочу в живую, есть переквалификации на базе высшего, ну вот, исследую все варианты, у меня на четверг консультация с агентством в живую, мы будем рассматривать разные варианты, в пятницу с другим еще в живую, я записываюсь, ищу, очень много разных агентств уже отказали, сказали, нет, иди учись заново на психолога, в другом агентстве мне сказали, давайте мы повысим оплату, просто вы не попадете со своим лимитом, который я сказала, там 3 миллиона, ну давайте хотя бы 5-6, и тогда можно попробовать будет в хорошие вузы, в топовые, потому что смысла идти получать мне диплом психолога, мне вообще, вот, нет, я не иду за знаниями, я хочу студенческую жизнь, и закрыть свое желание, быть студенткой, клевого университета, вот, есть определенный список, в которых я хотела бы поучиться, это просто мое желание, моя блажь, я не гонюсь за знаниями там в университетах, потому что перечитать все эти книжки я и сама могу, вот, создать свой универ можно с новым веянием, ну, блин, создать свой универ, можно вообще много всего сделать, ну, я не могу разорваться, я вот игру никак четвертый год не могу сделать, я платформу свою никак не могу сделать, хотя, если есть разработчики, буду рассматривать эти варианты, хотела сделать свое приложение, с шаблонами и так далее, есть масса интересных идей, вот, но на это надо время, это надо команду, это надо людей, неважно, что ты будешь создавать, это нужны деньги, вливания, ресурсов, куча, а у меня самый больной вопрос, это временный ресурс, то есть, у меня ни на что не хватает времени, я пишу там несколько книг одновременно, у меня очень много консультаций одновременно, еще мне надо успевать и видео, делать и посты, посты уже давно не пишу, просто не успеваю, хотя у меня черновиков 400 штук уже накопилось, которые просто надо выкладывать, просто вот, мне задали вопрос, я на него ответила, у меня получился пост, сохранила в черновик, просто переобразовать это все, ни на что не хватает рук, нанимала очень много разных помощников, все равно, блядь, я такая, что мне надо переделывать за ними, а это опять же надо время, и если вот так взять, очень много деятельностей, разных деятельностей я занимаюсь, зубами занимаюсь, потому что мне это интересно, волосами занимаюсь, мне это интересно, еще путешествовать хочу, плюс просто хочу валяться в сериалы смотреть, то есть, ну блин, когда вообще это все делать, а вы еще про университет, я даже не представляю, ну, как его брать, делать, так, ну все, давайте, значит, прощаюсь я с вами, здесь это видео было чисто только вот ответить на сообщение по поводу ошибок, ошибки, еще раз, тема, тема этого видео, напомню вам, в творчестве, мы должны позволять себе разрешать, позволять себе разрешить ошибаться во всем, но контролировать, естественно, те действия, которые ведут опасные, к потере жизни и здоровья, естественно, мы не совершаем ошибки, которые приводят к тому, что можем либо мы погибнуть, либо другие люди, да, вот этот вред, конечно же, надо обходить стороной, но во всем остальном, естественно, допускайте ошибки, именно ошибки и есть та новизна, создающая этот новый мир, каждое новое дерево, это ошибка природы, каждая новая травинка, это ошибка природы, каждый новый родившийся человек, это ошибка природы, ну, в плане клонированный, но с ошибкой, поэтому уникальный, ошибка равно уникальность, ребят, уникальность, все, не равно смерть, это равно новое, это равно новое творение, это равно перемена, равно деньги, равно ресурсы и вы должны это понимать так что переформатируйте мозги в эту сторону все пока пока